Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском, главное за 7 минут в студии Любовь Горчакова и сейчас коротко о главном. Лет спустя группа горских евреев прибыла с экскурсией в Россию. На острове Занзибар открылся центр Хаббат. С 1980-х годов интерес туристов к острову вырос многократно. В прошлом году его посетили почти 400 тысяч иностранцев, в том числе и евреев. Хаббат Любович уже 5 лет организовывает здесь отдых для религиозных студентов и молодых пар. Теперь в городе Нунгви появилась еврейская община. Равин Шнейр Шмулевич с супругой создали ячейку организации и открыли кошерный магазин. Продукты в основном из Израиля, но можно приобрести местный рис, муку, овощи, фрукты и рыбу. Армия Израиля будет формировать танковые экипажи по-новому. В качестве эксперимента открыт прием прошений на службу вместе с друзьями. Для 5000 призывников в танковые войска компании друзей будут определены в один экипаж. Для 3000 призывниц предложение будет распространяться на все боевые должности. В одну заявку можно включить до трех человек. Предложение ограничено. Акция проводится с 26 августа по 7 сентября. Партия Ликут выдвинула на рассмотрение законопроект о введении уголовной ответственности за публичную демонстрацию флагов вражеских стран и организаций. За нарушение такого закона предполагается лишение свободы сроком до двух лет. Среди запрещенных символов – палестинский флаг. Если парламент примет этот закон, то будет соблюден принцип паритетности. Ведь на территории Фатха и Хамаса уже существует уголовное наказание за демонстрацию израильской символики. О русской улице и будущем Израиля рассказал на встрече с поклонниками журналист Марк Горин Вафули. О том, как ноги кормят журналиста и актуальных вопросах о современном Израиле в нашем следующем сюжете. В Саудовской Аравии денег у России, как у дурака походки. У них просто, я не знаю, огромное количество денег немереных. Это нефть, она десятилетиями обеспечивала невероятные деньги, которые там лежат. Вы можете еще один золотой унитаз поставить. Вы еще не можете, извините, больше всего этого времени, то у меня унитаз в ресурс. Ну, невозможно. Ну, поставьте еще один. Свою карьеру он начал на Украине, где печатался еще подростком. Продолжил в Азербайджане. А пиком карьеры стала должность руководителя первого независимого частного еврейского информационного агентства. Вы думаете, случайно вот это закрывает бизнес по субботам? Сейчас они придумали, они хотят сделать закон, приравнять молитвы к службе в армии. А защищать нас будут молитвы, что ли? В 1992 году Горин репатриировался в Израиле, с тех пор живет в солнечном Тель-Авиве. За 20 с лишним лет в его послужном списке работа в русскоязычных СМИ, на должности пресс-секретаря двух политических партий и, наконец, кресло главного редактора газеты «Спутник». Последние несколько лет журналист ведет программу «Особая папка» на канале Итон ТВ. Сегодня Марк Горин делится и своими тревогами, и своими победами. На встрече обсуждались польские законы, современное устройство жизни в Израиле. Марк Горин отвечал исчерпывающе и профессионально. Сказывалась журналистская закалка. А после официальной части гостей ждал сюрприз – выступление супруги Марка Горина Людмилы Карасевой. Развеселые цыганы по Молдавии гуляли, и в одном селе богатом воронам коня украли, а еще они украли молодую молдаванку посадили на полянку, воспитали как цыганку. В истории горских евреев Кавказа были периоды, когда советская власть делала послабление и выпускала группы переселенцев в Израиль. Эти евреи давно считают себя израильтянами, но часть их души живет в местах, где они родились. Группа горских евреев из Святой Земли приехала в Россию и Азербайджан, а в столице побывала и у земляков на рынке садовод. Своими впечатлениями от поездки они поделились нашей съемочной группой. Группа горских евреев-израильтян не из робкого десятка. После многих лет жизни в Израиле они отправились в двухнедельный тур по городам Азербайджана и России, где родились они сами и их предки. Баку, Куба, Махачкала, Дербен, Пятигорск, Кисловодск, Москва. Такой непростой путь прошли эти люди, чтобы увидеть родные дома и улицы. Броня в Израиле уже более 40 лет. Живет в Хадере. У нее двое детей. Признается, что на Святой Земле стала соблюдающей еврейкой. И необычайно обрадовалась, что получила в подарок в синагоге Бать Сфаради в Москве издание «Тейлима» на русском языке. Броня часто вспоминает свой родной город. Я, когда нашла свой дом, я очень плакала. Я приехала в Дербен, до утра я не спала. Я в 6 часов утра пошла искать свой дом. Мой дом находится в площади Ленина. Коммунаром 48. Но его сейчас поменяли, Курово сделали. Я очень рада, что я увидела свой город опять, где я родилась. И увидела нашу Москву. Рифаэль родился в Израиле. Живет в Тель-Авиве и работает на телевидении. Его родители тоже из Дербента. Он собирает материал и обещает сделать фильм о горских евреях. Потому что считает, что в Израиле многие недостаточно знают о его земляках. Русский язык учил уже на Святой Земле. Мы видели, где горские евреи живут, что они сделали, где были биткнессы, когда были, что сейчас есть там. Очень интересно меня, почему я не был здесь никогда. Я сделаю кино, я хочу сделать кино на евреевский, на горские евреевский, чтобы все знают, где были кавказские, кто это кавказские. Лёва – житель Пардесхана Каркур. Уехал из Дербента в 1974 году. У него четверо детей и пятеро внуков – все израильтяне. И он признался, что успел за время поездки сильно по ним соскучиться. Его сильно впечатлил столичный рынок – садовод. Он прекрасный, видно, хороший. Но я думаю, что мы купим вещи отсюда и повезем наш родной Израиль. И скажем, что мы в Москве садоводе купили эти вещи. В самом деле синагога здесь прекрасная, отличная. Бемет от души и угощение, и все. Да, Сато же Дербенская. Русский знает плохо, потому что уехала совсем маленькой. Но эмоции от встречи с земляками в Москве не скрывает. Я не жалею, что я пришла гулять. Очень рада, очень красиво, вы приятные люди. Счастливые, довольные, с покупками израильтяне отправились домой. Многие пообещали приехать в гости снова. Ну а дома их ждут дети и внуки. И ни один из них не останется без подарка. И на этом у нас все новости на сегодня. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова